Apple и Google Pay возвращаются? Мне грустно, и я хочу спать. Что мне делать? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. В голубом зале Казанского университета состоялось заседание экспертного совета КФУ. Ключевым вопросом для обсуждения стало послание главы Татарстана Рустама Мениханова Государственному совету Республики Татарстан. Обо всех подробностях расскажем в одном из следующих выпусков. Всероссийский конкурс проектов области информационных технологий после двухгодичного перерыва снова проводится в IT-лицее Казанского федерального университета. Далее смотрите открытие конкурса, на котором побывала наша съемочная группа. Уже седьмой год IT-лицей Казанского федерального университета проводит Всероссийский конкурс проектов в области информационных технологий Казаньфорум.док. В 2020 году из-за пандемии конкурс временно был приостановлен, но уже в этом году лицеисты снова решили организовывать полюбившийся турнир. Участие в данном конкурсе приняли юные антиспециалисты из разных уголков России. К участию были приглашены команды учащихся с 7 по 11 классы, а также с 1 по 2 курс колледжей в составе от 1 до 3 человек под руководством педагогов-наставников. Это вот история про командную работу, про проектную деятельность, потому что ребята, которые приезжают сюда, они, как правило, уже приезжают с задумкой, они, возможно, даже приезжают с каким-то продуктом и имеют возможность здесь в командах при помощи экспертов, менторов совершенствовать свой продукт и дальше презентовывать его экспертному сообществу, жюри. Это вот очень важно, чтобы школьники имели такую возможность, такую площадку. И Казан Форум ДОК такую площадку предоставляет. Отметим, что данный фестиваль организовывается исключительно участниками лицея, что помогает детям развить не только технические особенности, но и организаторские навыки. В рамках конкурса было принято решение провести несколько этапов. Первой ступенью станет заочный отбор. В нем приняло участие 105 человек, из которых в следующий этап прошло всего 69 участников. Вторым шагом станет очный отбор. Здесь задачей ребят станет выступление в формате ТТТ с прослушиванием комментариев, доработка проекта в формате каворкинг, а в завершении станет повторное выступление, во время которого жюри поставят свои баллы. Очень важно поддерживать ребят в их начинаниях, когда они пытаются придумать какие-то новые решения, продукты, которые можно внедрять в нашу реальную жизнь. И важно, что они уже со школьных лет пытаются их создавать, демонстрируют это нам и получают шанс выпустить продукты в реальную жизнь и начать не только относить какую-то полезную информацию до людей, но еще получать прибыль для себя с продаж, с покупок, с этих продуктов. Лицеисты с нетерпением ждут данный конкурс, ведь он не только расширяет кругозор, но и помогает набрать как можно больше новых знакомств. И самое главное, подчеркнуть опыт своих мудрых наставников. Например, Тимур Шагалиев вместе с сокоматником Артемом Улесовым разработали проект «Корпоративный мессенджер Инвиз», который направлен на защиту данных. О решении защищать свой проект на данном конкурсе отвечали просто. Ну, данный проект мы уже придумали довольно-таки давно и в течение, наверное, трех лет уже его реализовывали. Пробовали участвовать во многих конкурсах, занимали места и решили поучаствовать в этом конкурсе, так как он имеет очень большое вообще значение и престижным является. Официальное закрытие конкурса состоится 22 октября. Мы желаем юным специалистам успеха в конкурсе и реализации своих проектов. Адалийна Амдрахманова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. До сих пор не можете привыкнуть к тому, что теперь нужно всегда носить с собой банковскую карту и вечно забываете ее дома? О возвращении Apple и Google Pay для карты Мир расскажет Адалийна Амдрахманова. Публикация технического релиза по новому способу оплаты картами Мир планируется 25 октября. В платежной системе уточнили, что клиентам операции станут доступны по мере выпуска технологий во всех банках. На смартфоне клиента будет генерироваться QR-код, который отсканирует кассир и спишет деньги за товар. Воспользоваться сервисом карты Мир смогут владельцы смартфонов Apple. Это позволит им снова оплачивать покупки без помощи пластика. Оплата таким способом быстрее, что удобнее для работников магазина, а также покупателей, нежели в случае, когда клиенту приходится самому сканировать QR-код и подтверждать операцию в мобильном приложении банка, как в случае с оплатой через SPB. QR-код – это закодированный текст. То есть, каждый вот этот квадратик в QR-коде маленький, вот их комбинации белые и черные являются кодом для какого-то набора текста. То есть, фактически, это двумерный штрих-код. Поэтому, когда банковское приложение генерирует QR-код, фактически оно генерирует ссылку, на которую стоит отправить запрос, который будет идентифицирован как корректный от пользователя, и, соответственно, это позволит провести оплату. Внедрить этот способ платежа планирует Почта Банк. Сейчас проводятся подготовительные мероприятия, как рассказал руководитель службы электронного бизнеса кредитной организации Михаил Бахиркин. Однако сроки пока остаются неизвестными. Разработка системы Мир позволит гражданам оплачивать покупки привычным способом. Не используя банковские карты, а пользуясь исключительно смартфоном. Эта функция будет очень востребована, потому что это удобно. Уже сейчас есть такая функция оплата по QR-коду. То есть, она присутствует в большинстве банковских приложений. И поэтому то, что ее пускают в широкий обиход, это замечательно. Напомним, что оплата с использованием Apple и Google Play была приостановлена в марте 2022 года в связи с введением санкций. Адлина Абдрахманова, Универньюз. В Институте управления экономикой и финансов состоялся третий этап конкурса названия лучшего научного кружка Казанского федерального университета. Все подробности далее. На базе институтов Казанского федерального университета функционирует более 120 студенческих научных кружков. Каждое объединение направлено на деятельность социально-гуманитарного, инженерно-технического, естественно-научного и междисциплинарного профиля. Накануне в Институте управления экономикой и финансов состоялся заключительный этап конкурса за звание лучшего научного кружка Казанского федерального университета. Из более чем 120 объединений в финал прошли всего 20. Главной работой кружка являются археологические исследования на археологических памятниках Нижнего Прикамья, то есть на территории Республики Татарстан. И мы ведем полевые археологические раскопки, разведки. И уже потом по найденным материалам производим написание научных статей, рефератов, своих дипломных работ и курсовых. Мы занимаемся разработкой новых лекарственных форм с учетом их совместимости и несовместимости. Также мы анализируем рынок фармацевтических препаратов, а также мы изучаем новые биологически активные вещества. Мы лидеры практически по длительным технологиям. У нас весь первый этаж инженерного корпуса – это 3D-принтеры, 3D-сканеры и очень много чего еще. Третий этап конкурса предполагал защиту презентации и деятельности кружка. Прегламенту у каждого участника было не более 10 минут на презентацию и ответы на вопросы. За это время представитель команды должен был дать общую характеристику объединения, рассказать о значимых мероприятиях, планах на будущее и достижениях кружка. Мы видим, что потенциал наших студентов достаточно высокий. Ребята проявляют крайне высокий интерес к своему направлению подготовки, к своим, так сказать, изысканиям. И это, конечно, обнадеживает. Почему мы, собственно, всегда с волнением относимся? Потому что именно на базе наших кружков порой мы видим небольшие достижения, которые впоследствии могут обернуться серьезными научными направлениями исследований. Конкурсная комиссия оценивала выступления команд по ряду критериев. Ныне представлять результаты деятельности последовательно и ясно, качество оформления материала, а также по степени владения информацией. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универ-Ньюс. Когда солнце выходит реже, день становится короче, люди чувствуют упадок сил и апатию. Нужно ли с ней бороться и как отличить ее от депрессии в сюжете Алины Красильниковой. Каждый год с наступлением осени большинство людей ощущает снижение настроения и упадок сил. Когда листья опадают, а температура перестает быть комфортной, человека охватывает апатия. Постоянная сонливость, появляется осенняя хандра. Это сезонное аффективное расстройство, которое связано с переменой времени года и сложностями адаптации организма, в том числе психики, к новым погодным условиям. Совсем игнорировать апатию сонливость не стоит. Если говорить о том, что это усталость или состояние, связанное с необходимостью приспосабливаться к изменившейся погоде, к укороченному световому дню, то нужно постепенно, спокойно, размеренно как-то позаботиться о себе. Симптомы сезонной апатии люди чаще всего путают с депрессией. Это уже серьезное заболевание, которое необходимо лечить вместе с врачом. Осеннюю хандру же можно побороть собственными силами. Разница заключается в том, что клиническая депрессия обычно длится больше двух недель и имеет отличительные признаки. Во-первых, человек не может получать удовольствие в том числе от тех вещей, которые раньше его радовали. Связано это с дефицитом гормона дофамина. Также у страдающих депрессией наблюдается ощущение заторможенности. Мышление носит крайне пессимистичный характер. Человек плохо спит по ночам или же наоборот целыми днями не может проснуться. При подобных симптомах не стоит затягивать. Лучше обратиться к врачу-неврологу или терапевту для того, чтобы они подсказали дальнейший алгоритм действий. Неспецифические методы поддержания хорошего настроения в осенний период – это здоровый образ жизни. Больше гулять, заниматься физической активностью, дышать чистым воздухом. Преодоление депрессивного настроения – это здоровый ночной сон. Ложиться не позднее 10 вечера. Обязательно сбалансированное питание. Акцент на витамины, овощи, фрукты. Сезонное аффективное расстройство сопровождается сонливостью и слабостью. Эти признаки также могут быть первым сигналом опасных заболеваний – сахарного диабета, сердечной недостаточности, анемии и онкологии. При появлении апатии, сонливости, плохого самочувствия необходимо пройти диспансеризацию взрослого населения. Это метод скрининга на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов их риска. Человек сможет определиться со своей группой здоровья и получить полноценные рекомендации. Для профессионального лечения сезонного аффективного расстройства человеку необходимо посетить психотерапевта или обратиться на горячую линию службы психологической помощи. Это поможет избежать индивидуальных неблагоприятных последствий. Напомним, что в Казанском федеральном университете на базе Института психологии и образования работает клиника психологической помощи студентам и преподавателям. Обратиться за помощью они смогут через личный кабинет или напрямую через Институт психологии и образования. Необходимо найти вкладку с психологической помощью и записаться на прием. Клиника работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 9 вечера. Алина Красильникова, Универньюз. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!